Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о рините. Как устранить ринит народным средством. В своем детстве я не помню, чтобы мама покупала мне капли от носа. Всегда пользовались элементарной луковицей. Самое главное всегда помогала. Конечно же, иногда она разводила его слишком медреным и приходилось попрыгать. Но ведь когда плохо нам и у нас текут слезы, задумайтесь о том, как плохо вашим микробам они просто погибают за раз. Итак, речь наша пойдет сегодня о луке и о соке алоэ. Это самые лучшие природные капли от ринита. Как их приготовить? Очень просто. Для этого возьмем луковицу. Чистить ее абсолютно не нужно. Просто отрежем край. Возьмем чесночницу. Небольшой кусочек лука. Примерно вот такой. Разрезаем на несколько частей, чтобы было легче и быстрее выдавить сок. Складываем его в чесночницу и выдавливаем в чистую посуду. Вот так. Все. Наше лекарство готово. А теперь посмотрите. Получился чистейший сок. Что с ним нужно сделать? Для взрослых развести 1 к 5. То есть берете 1 часть сока, 5 частей чистой кипяченой охлажденной воды либо фильтрованной, либо из бутылки. Для ребенка 1 часть сока лука и 10 частей воды. И закапываем 3-4 раза в день по 2 капли в каждую ноздрю. Конечно же это вызовет слезотечение. Но ничего не бойтесь. Капайте смело. Микробы ваши погибнут. Можно оставить в рюмочке и плотно закрыть крышечкой. Можно перелить в пустую тару от капелек для носа, которые уже закончились. Они будут герметичны и полезные свойства лука у вас не улетучатся. Что дают такие капли нашему организму? Лук и чеснок это наши природные антибиотики. В народной медицине лук очень популярное средство для лечения органов дыхания. Луковый сок разжижает мокроту и растворяет слизь. Благодаря своим антибиотическим свойствам лук эффективно действует при воспалениях дыхательного тракта. Из записей врачей, практиковавших до появления антибиотиков, мы знаем, что луком успешно лечились даже воспаления легких. Лук эффективное средство при терапии простуды, гриппа, воспалений горла, гортани и придаточных пазух носа. Его рекомендуется применять также для профилактики простудных инфекционных заболеваний. Следующий рецепт капелек от ринита мы посвятим алоэ столетнику по-другому. Сок алоэ в каплях для носа уменьшает воспаление слизистой, ускоряет обмен веществ и восстанавливает функциональность ресничного эпителия в носу. Применение сока от насморка уменьшает токсический эффект. Отек слизистой освобождает носовые проходы, нормализует носовое дыхание, так как в состав алоэ входят вещества, раздражающие слизистую оболочку, поэтому закапывание в нос сопровождается чиханием и слезотечением. Для того, чтобы приготовить сок алоэ, нам понадобится всего лишь один листик. Этот листик мы с вами мелко порежем и точно так же выдавим сок в чесночнице, ведь нам нужно совершенно немного, несколько капель. Сок алоэ в чистом виде можно использовать только взрослым, по 3-5 капель в день, в каждую ноздрю. Для ребенка сок обязательно разводите в пропорции один к одному. Выдавливаем. Чесночница просто незаменима для приготовления капель утренита. Одно нажатие и капельки наши готовы. Все, теперь у нас получилась одна чайная ложечка воды. Все, эти капельки можно хранить в холодильнике в течение трех дней. Точно так же очень советую перелить их в бутылочку от капель для носа, которая уже освободилась. Капли абсолютно ничего не стоит, но эффект потрясающий. Ими лечат даже гайморит. Еще лучшего эффекта можно добиться, если смешать первый вариант со вторым. То есть капельки из сока лука, разведенные 1 к 10, мы смешиваем с капельками сока алоэ, разведенные 1 к 1. Но такую смесь можно хранить только одни сутки в холодильнике. Закапывать точно так же 3-4 раза по 2 капли в каждую ноздрю и хорошенько отсмаркиваться перед закапыванием. Как видите, не обязательно тратить много денег. Не обязательно при первых признаках ринита, насморка, заложенности носа, бежать в аптеку. Нет. И если болезнь началась вечером, просто разрежьте луковицу. Даже если нет, у вас сока алоэ под рукой. До новых встреч! Выздоравливайте!